Сегодня из жизни ушел мэтр казахстанской тележурналистики Нортлеу Имангали, не дожив до своего 70-летия всего три месяца. Несмотря на продолжительную болезнь, он до последних дней работал и творил. На его счету десятки авторских программ, и все они актуальны и популярны. Нортлеу Имангали воспитал не одно поколение журналистов. Первые его ученики сегодня уже сами ветераны телевидения. Каждый, кто прошел его школу, по праву гордится учителем. Нортлеу Имангали многие годы проработал в агентстве Хабар. И сегодня коллеги скорбят о нем и вспоминают с большой благодарностью и теплом. Этот взгляд поверх очков мы будем помнить всегда. Нортлеу входил в каждый дом, каждую семью без спроса. Прямо с экрана телевизора. Но ему всегда были рады. Он появлялся в тот самый момент, когда зрители одолевали всякие грустные мысли. Он находил ответ для всех сразу. Такой своевременный, такой актуальный и такой важный. Все острые и неудобные вопросы, что зрели в душе человека, он задавал своим спикерам в студии. И откуда же он знает, что у нас болит? Недоумевали поклонники. А все просто. Нортлеу жил той же жизнью, что и его зрители. Он был таким же, как они. Журналистика не терпит лицемерия и ханжества. Экран все высвечивает, все выдает. А искренность Нортлеу заполняла каждый пиксель на мониторе и овладевала душами миллионов людей. Он был настолько честен перед своей аудиторией, предан ей, что никогда не шел на поводу высокопоставленных чиновников, своих эмоций. Даже при самом плохом самочувствии не показывал это зрителям. Считал, что не имеет права на это. А когда уходили из жизни лучшие коллеги, он сокрушался. Плохо, очень плохо, что они покидают нас. Ведь каждый из них – это целая школа журналистики. Еще многому у них поучились бы. Но Рикетт даже не подозревал, что он сам целый университет для казахского телевидения. Он поднялся на самую вершину казахстанского телевидения. Фигура, клыба. Не всегда было приятно, когда путались с ним. Часто спрашивали, вы же Нортлеу? Я отвечал, почти. Только я, Тлеу Кабал. В наших именах один корень – Тлеу. Он означает пожелание всех благ. Уверенно и компетентно Нортлеу и Мангали ведет беседу с чиновником любого ранга. Его проницательный взгляд – красноречивее всяких слов. Вот он спрашивает, почему экономика замедлилась и кто в этом виноват? Ответ расплывчатый. Ведущего он явно не устраивает. Тогда мэтр заходит с другой стороны, но опять – увертливый ответ. И вот, словно выстрел, звучит вопрос в лоб. В этом и суть его авторской программы «Лицом к лицу». Я не знаю, состоялся бы я как журналист, как телеведущий, если бы я не прошел школу Нортлеу Ага. У него был свой неповторимый стиль речи, своя манера ведения передачи. Каждое его слово – пуще стрелы. И мы учились у него, старались быть похожими на него. Как учитель он опекал нас, заботился. Видел нас в будущей казахстанской журналистике. Нортлеу и Мангали взрастил несколько поколений журналистов, представителей самого первого, уже давно ветераны. Журналистика – особенно телевизионная, такая неоднозначная и сложная профессия, что нередко возникает мысль уйти в другую сферу. Насовсем. Но достаточно было всего лишь одной беседы с учителем, и специалист оставался на телевидении. Навсегда. Ряза Цапахова – один из первых его учениц. Говорит, что ей здорово повезло. Прямо с университетской скамьи она попала в молодежную редакцию казахского телевидения, которой руководил тогда сам Нортлеу и Мангали. Программа называлась «Курдастар» – «Ровесники». Она была очень популярна не только среди молодежи, но и среди старшего поколения. Потому что в ней поднимались такие проблемы, о которых обычно все умалчивали. До гласности еще было далеко. Это были 80-е годы. Но наш наставник Нортлеу осмеливался озвучивать их в эфире и нам духу придавал. Это была большая школа жизни для нас. Нортлеу и Мангали и телевидение – это понятие близнецы. Он имел свой почерк, имел свое мнение по любым вопросам. Ему было, что сказать зрителям. Он мог изменить сознание людей, повлиять на них, потому что он чувствовал, что творится в их душах, и вместе искал выход. Говорят же, телевидение – зеркало общества. А я добавлю, Нортлеу и Мангали следил за тем, чтобы это зеркало не было кривым, чтобы никогда не искажало нашу жизнь. Его программы были готовыми мастер-классами для будущих журналистов, а для всех казахстанцев – глотком свежего воздуха. Его слушали, ему внимали и поступали так, как он советовал. А потом еще долгие годы, целые десятилетия, зрители за полчаса до его выхода в эфир включали телевизоры и ждали. Они знали, что он один за всех озвучит именно то, о чем многие не могут сказать. Нортлеу был посланцем воли всех жителей страны. И обязательно в конце каждой программы он говорил своим зрителям «Байку от Табулайх» – «Будьте богаты и здоровы». До последних дней своей жизни работал на телевидении, оберегал всех и вся, вот только себя не уберег. Из нашей памяти никогда не сотрутся его слова.